В губернаторском лицее номер 100 в Ульяновске первые масштабные выборы. И это голосование по поправкам в Конституцию страны. Педагогический состав учреждения не скрывает, что готовились к этому событию несколько месяцев. Сегодня заключительный день. В учебном заведении голосуют избиратели трех участков. За одним из них закреплен и директор лицея Владимир Абласов. Как и всем участникам голосования, на входе ему выдали комплект с одноразовой маской, перчатками и ручкой. Но прежде проверили состояние здоровья. После чего глава школы лицея направился в кабинку отдавать гражданский долг. Я считаю, что поправки очень уместны в данный момент. И действительно скопилось огромное количество федеральных законов, которые могут постоянно отменяться, приниматься вновь. Конституция дает право всем этим важным столпам быть постоянно, чтобы никто не мог вдруг их поменять. Меры безопасности на участках соблюдаются. Социальная дистанция выдерживается, руки обрабатываются, маски и перчатки на каждом участнике голосования. Если есть вопросы, можно обратиться к ребятам в синих жилетах или футболках с надписью «волонтер». Рядом дежурят люди в погонах, а за процессом следят наблюдатели и председатели комиссий. Организация вполне достойная. Конечно, плюс то, что мало людей. Возможно, и хорошо, что растянули на несколько дней. На вид, конечно, все прозрачно. А как там в действительности, знают только приемные комиссии. Организация, по крайней мере, мне очень нравится. Все аккуратно. Подают перчатки, маски. Но насчет легитимности я затруднее сказать. Солидарно со своими согражданами избиратели участка номер 3406, который разместился в третьем корпусе Ульяновского государственного университета. Правильно все. Надо, чтобы дистанция была, и порядок был, и меры предосторожности. Все правильно. Как вам система того, что на целую неделю вы стены выбора поддерживаете такую идею? Ну, почему бы нет. Может, кому-то неудобно сегодня. Я не могу узнать, как почет поводиться будет. А так, по сути, по своим ощущениям, то, что я вижу, да, ну, все как положено, правильно. Не кто-то там для детей все выдали, не кто-то там ничего не подписывал. Наблюдатели этого участка также в синем. Однако есть среди них высокий гость. Председатель общественной палаты страны Елена Истягина Елисеева приехала в Ульяновский регион и сегодня тоже в качестве общественного наблюдателя. Признается, что униформу сняла специально, чтобы слиться с общим потоком. Это ее четвертый участок по счету. Планируют за день осмотреть еще шесть. Небольшие шероховатости, не влияющие на процесс голосования, на его легитимность организационного или технического порядка имеются. Но они незначительны. В целом, можно сказать, о достойном санитарном режиме. На участке номер 38-14 в 82-й школе на утро финального дня проголосовали почти 800 человек. Среди отдавших голос отец юноармейцев области Владимир Ульянов. Я досконально изучив эти поправки, понял, что для меня они существенны. Самое существенное – это с тем, что я работаю. Это о том, что будет единая система воспитания. На 12 часов дня 1 июля свой голос по поправкам отдали почти 448 тысяч жителей Ульяновской области. Рината Леулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова